Мастрок. Разоблачаем древнеримский лайк. Эйприл. 05-2015-14-6. Все помнят жест жизни или смерти, который мог спасти или погубить гладиатора. Беснующаяся толпа сжатыми кулаками и оттопыренным вверх, жизнь, или вниз, смерть, большим пальцем стала образом гладиаторского боя. На самом деле это заблуждение. В случае, когда гладиатор был ранен и не мог сражаться, он поднимал указательный и средний палец вверх, таким образом прося публику решить его участь. В зависимости от мнения толпы, победитель должен был добить лежащего или оставить его в живых, если тот заслужил жизнь доблестным сопротивлением. В играх, проводившихся в самом Риме, толпа голосовала при помощи жестов, которые со временем менялись. Если гладиатор смог впечатлить публику своей воинской удалью, его могли помиловать. Знатные римляне, что устраивали бои, могли помиловать гладиатора, но сохранять жизнь каждого гладиатора для них было позорно, так как их могли посчитать скупыми. Решать вопрос жизни гладиатора мог только император или устроитель игры. При свое решение он показывал жестом, большой палец параллельной земли и направленной на сердце, что означало добей его. Жизнь гладиатору даровал сжатый кулак, что означало убери меч в ножны и оставь его. Также многие исследователи приходят к выводу, что император не опускал палец вниз, а выставлял в бок и, согнув руку, касался им шеи. Дело в том, что победивший гладиатор опускал поверженного на колени и в случае смертного приговора вонзал клинок глубоко вертикально вниз в шею, за ключицей, пронзая сердце. Таким образом император буквально указывал, куда нужно наносить удар. А появилось это заблуждение благодаря картине художника Жан-Леона Жерома, написавшего в 1872 году это полотно. Картина называется «Поличи». Что, по мнению художника, означало палец отогнутый вниз. Согласно историческим документам подобной фразой как раз и определялась судьба побежденного гладиатора. Однако, как выяснилось, художник неверно истолковал значение этой фразы из латинского языка, поскольку она имеет прямо противоположное значение. Историки отмечают тот факт, что Жером не только разделял все заблуждения тогдашней науки, но и следовал в русле современных открытий. Помещая на первых зрительских местах висталок, художник погрешил против утверждения свитония. Женщинам он, Август, даже на гладиаторские бойни дозволял смотреть иначе, как с самых верхних мест, хотя по старому обычаю на этих зрелищах они садились вместе с мужчинами. Только действенным висталком он предоставил в театре отдельное место напротив приторского кресла. Кроме того, подать знак одарования жизни или закланий гладиатора имел право только император, и никто другой. Уже в наши дни полотно Жанна Леона Жерома вдохновило кинорежиссера Ридли Скотта снять блокбастер «Гладиатор», в котором император Камот показывает этот жест, наполненный неверным содержанием. Кажется, никто не оспаривает жестов самих гладиаторов. Современный немецкий историк Хельмут Хефлинг пишет о побежденном гладиаторе, который, не желая больше сражаться, отбрасывал щит и оружие в сторону, ложился на спину и просил о пощаде, поднимая левую руку и вытягивая большой или указательный палец. Иначе дело обстоит с жестами зрителей. А вот такой знаток античности, как французский историк и археолог Жером Каркопино. В книге «Повседневная жизнь Древнего Рима». Апогея империи. Впервые изданной в 1939 году, указывал, когда толпе оказалось, что побежденный защищался, что было сил, зрители махали своими платками, поднимали в воздух палец и кричали, «Отпусти его». Если император был согласен с их пожеланием и, как и они, поднимал большой палец вверх, побежденный был прощен и отпущен с арены живым, если же зрители, напротив, считали, что побежденный заслужил поражение своей робостью, они отпускали палец вниз и кричали, «Июгила» — речь. И император преспокойно, опустив большой палец вниз, «Полайс Версо» — распоряжался о заклании поверженного гладиатора, и тому не оставалось ничего другого, как подставить горло для «Куда Грейс» — удара милосердия победителя. Эти-то вот трубачи, завсегда-то и бывшие разных мелких арен, в городах известные всем как горланы, зрелища сами дают и по знаку условному черни, ей угождая, любого убьют, а с игр возвратившись, уличный нужник на откуп берут, скупили бы все уж. Ювенал. Сатиры. Три. Тридцать шесть. В оригинале у имского сатирика сказано про «Полайс Версо» — повернутый большой палец, но в какую сторону он повернут, можно лишь догадываться. Более вероятно, когда зрители выражали желание добить поверженного гладиатора, они распрямляли большой палец, а если хотели помиловать, то убирали его внутрь ладони, «Полайс Компрессо» — сжатый большой палец, показывая кулак. Как уже говорилось, только император мог подать знак одарования милосты или смерти идущих на смерть, как представлялись сами гладиаторы перед схваткой. Если император простирал свою руку с раскрытой ладонью, то гладиатору была дарована жизнь. Если император сжимал ладонь в кулак, это значило, что с проигравшим было покончено и его следует убить. В случае ослушания, если один из гладиаторов убивал поверженного противника до императорского волеизъявления, над провинившимся гладиатором устраивали судебный процесс, как в случае рядового убийства. Отличный фильм. Отличный актер. Привычный миф о жесте «Палец вниз» не решился развеять Ридли Скотт. Вдохновленный картиной Жан-Леона Жерома на съемке «Гладиатора». Хотя ему объяснили, что это заблуждение, знаменитый английский режиссер решил не сбивать с толку зрителя и не менять сцену, где император Камот показывал «Палец вверх», даря жизнь гладиатору Максимусу. И еще один отличный фильм. Жаль, актер не смог сняться до конца. Кликте вью. А помните, я вам уже рассказывал историю, кто такие гладиаторы Древнего Рима, а также мы обсуждали спорную, но официальную историю про Спартака. Раз уж мы окунулись в эту тему, давайте вспомним и про историю дуэли. Оригинал статьи находится на сайте infoglass.rf Ссылка на статью, с которой сделана эта копия. Разоблачаем. 11.